Практически во всех общеобразовательных учреждениях района работают школьные СМИ, газеты, радио, телевидение, интернет-ресурсы. Ребята пробуют себя в разных направлениях, изучая профессию журналиста. Конкурс стал определенным толчком к развитию и к появлению новых телестудий на базе образовательных учреждений, новых печатных изданий на базе образовательных учреждений. Я, наверное, сейчас не смогу назвать ни одного образовательного учреждения, в котором бы не существовало или печатное издание, или плюс к этому еще и телестудия со своими выпусками новостей, причем информационных новостей, причем это проходит в системе. Более 15 лет в муниципалитете проходит конкурс «Акула-Пера». Юные журналисты представляют на суд зрителей свои работы. Некоторые из них выполнены на хорошем профессиональном уровне, и в этом, безусловно, заслуга педагогов и родителей, которые помогают и поддерживают все инициативы детей. Многие дети выбирают журналистику, мечтают стать известным журналистом. И здесь как раз-таки есть практическая часть, практическая возможность почувствовать себя журналистом и убедиться в том, что действительно это его профессия или нет. Самой младшей участнице конкурса 10 лет. Мирослава Шматкова, ученица 4-го Д-класса Одинцовской лингвистической гимназии, стала инициатором создания первой общешкольной стен газеты, за что была удостоена второй премии конкурса. В моей школе не было до этого газеты. Там была раньше типография, но она не работала. Как только я взяла в руки свою газету, она сразу заработала и появилась общешкольная газета. Премии победителям вручали журналисты Одинцовских СМИ. Они выразили надежду, что в будущем многие из участников конкурса «Акулы-Пера» станут их коллегами. Единственное, что я вам хочу посоветовать, как человек, который 30 лет в журналистике, будь то интернет, будь то телевидение, радио, газеты, везде нужна грамотность. Эта справедливость, она должна быть грамотной. А грамотность достигается единственной вещью – чтением. География победителей конкурса «Акулы-Пера» обширна. Награды отправились в разные уголки района. Кстати, в этом году абсолютным лидером стал издательский центр Барвихинской школы. За свою работу ребята получили гран-при. Я был крайне удивлен и польщен. То есть я очень рад за нас, что мы смогли на самый верх подняться. То есть мы личной командой всей такого не ожидали. Итоги подведены, пора приниматься за работу. А пока в числе главных новостей школьных СМИ будет победа на районном конкурсе «Акулы-Пера». Евгения Августина, Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова